В минувшие выходные группа старейшин из села Ходжи-Ало и Саманьон из Фары встретилась со своими соседями-кыргызами. Встреча прошла по приглашению жителей и полиции Кыргызстана. Житель села Ходжи-Ало и один из участников встречи Асрор Шакиров рассказал «Азия плюс», что разговор состоялся на 275-метровом участке земли, на перекрёстке села Саманьон, где 27-28 января произошли кровавые столкновения. По его словам, встреча была организована по инициативе жителей кыргызских сёл, в которой с обеих сторон приняли участие десятки мирных жителей и сотрудников милиции. «Соседи-кыргызы предложили пригласить пожилых людей из сёл Ходжа, Ало и Саманьон. Сказали, что устали от бегства, войн, конфликтов, изгнания, призвали по душам поговорить с нашими старейшинами. «Мы согласились, потому что эта война никому не нужна и будет хорошо, если мы поймём друг друга», — сказал этот представитель. «На нескольких видеороликах, переосланных Азии плюс от жителей, видно, как жители села Ходжа, Ало, одетые в национальные халаты и тюбетейки, обмениваются рукопожатиями и интересуются жизнью соседей. Один из старейшин встречи поднял руки в молитве «Пусть Бог воздержит всех от напрасных войн и конфликтов». Кыргызские старейшины поинтересовались положением детей и жизнью соседей. Кыргызское информационное агентство «Тиормаш» пишет, что навстречу участвовали старейшины сел Кокташ, Акасай, Таш, Тумшук, Баткенского района и населённых пунктов Саманьон и Майский Джемаата, Черкух, Сагдийской области Таджикистана, а также начальник ОВД Баткенского района, полковник милиции Алмазбек Шигамурзаев, начальник ОВД Исфара-2, подполковник Анвар Рахманзода, начальник ОВД Варух, полковник милиции Субхон Мирализода. Встреча прошла в целях укрепления дружественных отношений между населением, обеспечения безопасности и сохранения стабильной обстановки на приграничных территориях. «Старейшины высказали мнение о том, что на данных территориях проживали их предки, что потребляли воду из одного источника, жили в единстве и согласии. Этого должно придерживаться и нынешнее поколение», — пишет Теормыш. Асрор Шакиров говорит, что на встрече присутствовала небольшая группа жителей приграничных районов. Поэтому на следующую встречу он предложил пригласить уже большую группу старейшин и молодёжи из кыргызских сёл Актатир, Акасай, Самаркандак-Хыргыстана и сел Черкух, Саманьон, Хаджей-Ало и Варух из Фары. «Если целью встречи является установление дружеских отношений, тогда как можно больше людей должны быть», — сказал житель села Хаджей-Ало. И раньше много говорили о примирении, проделали большую работу, организовали даже футбольный матч между жителями сёл Хаджей-Ало и Самаркандак, но безрезультатно. Сейчас соседи сказали, что они тоже устали, земельный вопрос, дорогу и другие вопросы пусть решает руководство. Мы — обычные люди, больше не будем спорить.